Это профессор Павилов, Александр Павилов, он же из ИМАШа, это же Академия наук, Институт машиноведения, где там все делали, что там от того, что ездит, летает, стреляет. Луноход делали там. Все, луноход делали там все. Профессор Павилов, ну он по биомеханике, у него труды там, ну короче говоря, мощный профессор российский. Ну дело не в этом, дело в том, что он же поэт, поэт, я всегда говорю Саше, ну расскажи вот то стихотворение, расскажи, он раз и рассказывает, бревно, оно и есть бревно, смотри как катится оно там, ну и так далее, и так далее, это здорово. Ну сегодня у меня день рождения, и мой друг Саша Павилов, который год уже, уже тридцатый год, наверное, каждый год он мне делает подарок, да, вот какой подарок он мне сделал. А здесь смотри, что на этом. Объясни вот это. И МАШ, институт машиноведения Российской Академии Наук. Там, где я работал, ведущий научным сотрудником. Да, он был создан в тридцать восьмом году. В тридцать восьмом году. И прошли восемьдесят лет, и в этом году мы отмечали в прошлом году его юбилей. Да, юбилей, главное, что главный механик, отец русской механики, отец советской механики Роботнов, академик, который был столпом механики, да? Да, да, он был академик, секретарь всего отделения, там сто восемьдесят академиков, он был главный средник. Раньше, 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 и представь себе, что я его ученик, а ты его лечил. А я его лечил, я сидел там, у него дома, да, еще не были знакомы, я, у него был инсульт, у него рука не работала, я ему ставил иголки, и я ему, ну, мы разговаривали о поэзии, я ему читал Мандельштама, я хорошо читал Мандельштама, мне научил Бройдманскому, что научишь. И вот, после этого, на следующий день, меня его жена попросила, она говорит, вы, пожалуйста, ему стихов не читайте, он так возбудил. Он так возбудился, он так возбудился, у него давление поднялось, говорит. Вот, и Маш. Да, и Маш, вот. Долго будешь вспоминать. Да. А Петухов наш, а наш Петухов, Сергей Владимирович, выдающийся ученый, у которого, кстати, в лаборатории я и работал. Да, да, да. У него же там пять книг, там, еще что-то. Ну, он вообще, вообще, а он еще, кроме того, создал генетическую музыку. Даже несколько конференций международных. Да, он проглашается. В Ламстре, в Китае, еще где-то его постоянно. Он приглашается, со своей шизофренией. Ай, елки-банки. Кто же будет слушать такую музыку? Господи. Ну, очень интересно. Весь Барк, весь Мозор. Да, да, да. Такую генетическую. Как ты можешь слышать? Что-то по этим... Ну, потому что по другим ладам. Ну, конечно. Фибоначи, фибоначи. Фибоначи, а там золотые сечения, там все перепутано. Да, да, да. Ну, очень-очень интересно. Это за гармоничность. Вот, где я работал, поэтому я тебя хочу обнять, Саша. Да. Это... Саша Поленов, биомеханик, института Академии наук, где я работал ведущим научным сотрудником, благодаря и моим друзьям. Хочу обнять, пришел поздравить меня с Днём Рождения. С Днём Рождения, да. Главное, что он поэт. И в книге «От страха к свободе» есть его часть психологии, творчества. И очень важно, что именно технические ученые высокого имени, они поэты, они физики и лирики. И это очень важно. И мы вместе с тобой думаем о философской основе развития человечества. Да, вот так. В принципе, наименьшего действия. А закон сохранения энергии, как и закон сохранения энергии, развивается эволюция развития человека, и возникает принцип подбора путем перебора, и вообще творчество. И вообще требует для человека представление минимального пути. И очень важно то, что мы сказали. То, что мы сказали, очень важно. Спасибо Наташа Кузьмина, она белорусский партизан. Она здесь у нас в гостях пишет книгу, тоже о ключе. И теперь и в Беларуси все будут знать, и ждут уже, и будут знать Александр Павилов, Хасай Алиев и Маш. Вот триада. До встречи. Ура. Вот, давай. Какие, какие вещи интересные делает наш профессор Петухов Сергей Валентинович. Он пишет генетическую музыку. Он российские ученые известны. Академия российской наук. Да, вот пишет еще к тому же. Это уже даже не досуг, это даже не любимое дело. А уже вклад в культуру. Вклад в культуру Сергея Валентиновича Петухова. Генетическая музыка. Вот, 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 вот. Да, это не то. Нет, ты скажи, скажи, скажи. А ты скажи, скажи, как он хорошо пишет. Что он хорошо пишет. Да, там германит, что вы реально построили. Как он хорошо пишет. Ну скажи, расскажи, что это невозможно просто услышать. Потому что мы влияем, когда... После того, как он слушает, ты засыпаешь и просыпаешь через трое суток. Потому что это воздействует на психику. Хорошо. Это как удар молотком по голове. Ты привык к Моцарту, к Ваху, понимаешь, Чайковскому. И вдруг... Вот, это музыка, ура. Мы бы хотели растворить тебя. Абстракционизм. Потому что мы в прошлом время тебя кондитовали. Слушай, Петухов совершенно не сочиняет музыку. Он некоторые основы. Создал новый класс музыкальных строев, Которые связаны с отношениями музыкальной гармонии В системе параметров молекул наследственности ДНК. Только человек от него отношение имеет. Это может быть раканс. Нет, 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 нет. Это чистая математическая некоторая последовательность Которые, которые заинтересовали профессиональных композиторов Московской концернации, которые начали сочинять музыку. Кто же спорит? Кто же спорит? Просто ее слушать невозможно. Так, конечно, это интересно. Это в зависимости от того, кто ее сочиняет. Потому что в одних и тех же музыкальных строях Возможно написать отвратительную, неприемлемую музыку Или наоборот сладкую, притягательную. Это уже от композитора зависит. Не от музыкальных строев, которые обнаружены, Которые заинтересовали профессионалами. У нас есть такие дома для талантливых людей. 30 лет, 3 друга, 3 человека, которые занимаются наукой На высочайшем уровне. Какой интернет это будет? Ребят знают весь мир, весь мир знает. И поэтому я так горжусь своими друзьями, потому что В этом смысле мы из Академии наук имеем в виду И что-то наше поведение Академии наук. А я работаю как раз ведущим научным сокроведительным науком. Вам надо нового человека создать. Для этой музыки надо создать нового человека. Петухов некоторую математику отследил, прописал. Вот это шикарно, вот так вы эти скрутируете. Сергея Валентиновича больше не наливает. Кто такую музыку сочинит, лучше бы ее сочинал. Это мы еще трезвые. Петухов не сочиняет музыку, еще раз повторяю. Это мы еще трезвые. Ее сочиняют профессиональные композиторы московской категории. Петухов некоторую математику, молекулу наследственности ДНК. Это вы будете в суде быть обрадованы, что ты не сочиняешь. Декан композиторского факультета, профессор Кобляков, научный шеф нашего Центра междисциплинарных исследований музыкального творчества. Так они еще в Московской конференции провели, я так понимаю. Я так понимаю, концерты были в Вене, в Московском доме композиторов. Именно. Именно. В Париже. Все, большое спасибо. Кинокроника, финиш. Суде он будет ими снять. Я музыку не пишу. Я музыку не пишу.